Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком вредителе картофеля, как проволочник. Если проволочник завелся на участке, то хорошего урожая картошки ждать не приходится. На наших участках живут черные жуки, они называются щелкуны. Эти жуки не совсем заметны, мы на них не обращаем внимания и большого вреда растениям они не приносят. А вот их личинки, которые имеют отдельное название проволочник, очень опасны для картофеля. Откладывает он яйца на участках с картофелем, личинки быстро пробираются в картофель, прогрызают там ходы, питаются нашей картошкой и через какое-то время окукливаются и превращаются в жуков. Первое, проволочник очень любит кислые участки. Если на вашем участке только-только начались поражения проволочником, немедленно раскисляется участок. А если он сильно поражен проволочником, то раскислять участок нужно обязательно. Раскисляются участки с помощью известняковой или галамитовой муки. Причем для успешного раскисления вот эти препараты нужно вносить осенью под перекопку. Тогда весной мы уже получим раскисленный участок. Но со временем участок закислится и проволочник в соседних участках опять ринется на ваши грядки. Защититься от проволочника поможет такой препарат как землин. Это гранулированный препарат, который перемешивается с песком в пропорции 1 к 4 и потом по чайной ложке добавляется в лунку при посадке. Таким образом, в вашей лунке становится такая, условно говоря, ядовитая среда для проволочника. И когда он будет пробираться к картофелю, он съест вот эту приманку, а это приманка готовая и не будет поражать картофель. Кроме землины есть еще препарат базудин, есть еще препарат почин, но это название одного и того же действующего вещества. Во всех этих препаратах находится такое действующее вещество, как диазинон. Если вы не найдете землин, можете пользоваться почином и базудином. Обязательно на участках, где выращивается картофель, нужно проводить глубокую вспашку. Это поможет уничтожить зимующих вредителей в почве. И обязательно нужно избавляться от сорняков, и особенно от такого сорняка, как пырей. В корнях пырей проволочник очень хорошо развивается, и насекомые вот эти жуки-щелкуны очень любят откладывать свои кладки яиц именно в пыре. Вот такие наши советы. Надеюсь, помогут избавить ваш участок от проволочника и получить чистый, хороший, вкусный картофель.